всем привет сегодня будем готовить уху но совсем не такую какой вы ее знаете нам понадобится рыба я беру пангасиус морской язык больше килограмма обязательно меньше полтора на больше килограмм вот у меня здесь кило 150 вышло так зелень обязательно чем больше тем лучше какой любите укроп петрушка зеленый лук перец если есть то немножко если нет не обязательно я добавлю красивый пара средних лукович луковичек или одна большая картошки 3-4 штуки 1 морковка это я беру из расчета что у меня 5 литровая кастрюля сейчас мы рыбку разморозим помоем овощи почистим овощи мы подготовили сейчас нам нужно будет сделать пережарку лук порежем кубиками морковочку по трем на тёрке и перчик тоже кубиками нарежем добавляем масло закладываем сюда же морковочку все через пять минут добавим перчик добавляем перчик лук морковку у нас уже мягкие стали прижавку делаем на небольшом огне не забывайте помешивать так мы наливаем воду чуть больше половины сейчас порежем картошечку и высыпаем водичка у нас почти закипела добавляем лавровый лист все сейчас порежем рыбку рыбку нужно нам порезать на небольшие квадратики ну примерно два сантиметра в этой рыбке косточек нет редко редко попадается поэтому даже ребенку можно мы сначала режем на такие длинные полосочки а потом на каждую полосочку на кубики так сейчас все порежем рыбку мы порезали теперь в кипящий бульон добавляем вообще морской язык варится очень быстро буквально 10 минут и он готов сейчас обязательно нужно следить пока он закипит как только закипит начнется белковая пена беленькая такая появляется не нужно будет снимать шумовкой сейчас пока зелень нарежем суп у нас практически готов нам нужно добавить приправки приправы добавляем как для обычного супа как вы любите я добавляю немножко привык в прованских травок паприку сладкую черный перчик душистый и соль добавляем теперь мы закидываем зелень вообще суп очень вкусный когда именно много зелени не дать ей сильно пробариться чтобы она свежая была либо отдельно в тарелку добавить чем больше рыбы меньше картошки и больше зелени тем вкуснее будет все выкладываем пережарочку не сильно зажариваю как обычно все было мягкое золотистое все буквально пять минут она закипит и будем выключать все суп наш готов такой красивый суп у нас получился подавать его нужно с белым хлебом батон и обязательно с майонезом суп необыкновенный вкусный думаю вам тоже очень понравится всем приятного аппетита спасибо